Когда речь заходит об интимной гигиене, у женщин возникает много мифов и заблуждений. Например, некоторые считают, что интимное место постоянно испытывает потребность в мытье и орошении. Другие считают необходимым гигиеническим уходом подмывание марганцовкой, антибактериальные протирки и периодические спринцевания. Необходимо разделять очищение интимной зоны от общей гигиены тела. У владалища более кислый PH, чем у кожи остальных частей тела, что помогает поддерживать уровень хорошей бактерии, например, лактобацилл, и контролировать вредные. При соблюдении надлежащих правил можно избежать нарушения баланса PH и предупредить появление вагинальных инфекций, таких как, например, бактериальный вагиноз. Выделение прозрачного или белого цвета совершенно нормально. Железы шейки матки вырабатывают естественную смазку, сохраняющую влагалище влажным. Эта натуральная смазка помогает поддерживать чистую и здоровую среду. Выделение является естественным способом очищения. Выделения не должны иметь запаха, вызывать зуд и сопровождаться болезненностью. Изменение цвета может быть признаком инфекции, при сомнениях необходимо обязательно обратиться к врачу. Количество нормальных выделений у женщин определяется гинекологом в индивидуальном порядке. Оно также может меняться в зависимости от этапа менструального цикла. Перед критическими днями может появиться больше выделений, чем обычно. Они могут быть густыми по консистенции. Во влагалище множество бактерий, которые выполняют защитные функции организма. Полезные бактерии во влагалище превосходят по численности другие потенциально вредные бактерии. Помогают держать баланс PH кислым на правильном уровне, что способствует поддержанию здорового баланса микрофлоры. Могут производить бактериоцины, это природные антибиотики, чтобы контролировать численность патогены микрофлоры. Также они вырабатывают вещество, которое останавливает движение бактерий, прилипающих к стенкам влагалища, что предотвращает их проникновение в ткани. Если баланс микрофлоры нарушен, то это может привести к инфекциям или воспалению. Бактерии, которые называются лактобацилами, помогают поддержать уровень PH влагалища на нормальном низком уровне. Ниже PH меньше 4,5. Если же PH становится менее кислым, качество и количество лактобацил может упасть, а другие бактерии наоборот начнут размножаться. Это может привести к инфекциям, таким как бактериальный вагинос или молочница, вызывающим такие характерные симптомы, как зуд, раздражение и аномальные выделения. Несмотря на естественное самоочищение влагалища с помощью смазки, гигиена с использованием специальных очищающих средств помогает поддержать здоровую микрофлору интимной зоны, которая может быть нарушена из-за несбалансированного питания, стресса, неправильного нижнего белья. Таким образом, мытье может помочь поддержать PH влагалище и предотвратить раздражение в этой области. Если же вы используете обычное мыло или гели для души в деликатной зоне, проводите спринцевание или чрезмерно очищаете, на самом деле вы сможете вызвать или усугубить такие проблемы, как неприятный запах или сухость. В интимной зоне PH отличается от PH остального тела. Тело поддерживает уровень PH 5,5, в интимной зоне может быть уровень от 3,5 до 4,5. Мытье с использованием обычного мыла или гели для душа может привести к дисбалансу PH, что делает влагалище более подверженным вагинальным инфекциям. Если же вы уже страдаете от инфекции или испытываете дискомфорт, мытье с обычным мылом может только усугубить ситуацию. Обязательно нужно выбирать продукты, которые прошли дерматологический и гинекологический контроль, которые имеют гипоаллергенный состав и нейтральный уровень PH. Ищите такие ингредиенты, как молочная кислота, глицерин, витамин Е. Несколько правил интимной гигиены. Никогда не используйте мочалки и губки для мытья нежных зон, они могут механически повредить тонкую кожу и вызвать раздражение. Добавьте воды, вспейте средства для интимной гигиены руками, но перед этим руки предварительно тщательно помойте. Оптимальная температура воды должна быть теплой. Слишком холодная и горячая вода некомфортна для данной чувствительной зоны. Очищающие движения должны быть направлены спереди-назад, чтобы бактерии из кишечника не попали в микрофлору влагалища. Избегайте попадания средств во влагалище. Очищение должно быть сосредоточено на наружных половых органах. Орошение влагалища даже чистой водой без применения очищающих средств спринцевания может фактически нарушить его естественный баланс PH и избавить от важных для здоровья бактерий. После душа необходимо аккуратно промокнуть интимную зону чистым полотенцем. Не трите эту область, чтобы предотвратить раздражение или покраснение. Всегда принимайте душ и тщательно промокайте интимную зону после тренировки. Не забывайте сменить нижнее белье. Во время тренировки оно впитывает в себя пот. При выборе нижнего белья отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопок является воздухопроницаемым, что делает его идеальным выбором. Он снижает влажность, так как сохраняет кожу прохладной и сухой. Использование дышащих тканей, таких как хлопок, снижает риск развития патогенной микрофлоры и инфекций. Какой же должна быть интимная гигиена в период менструации? Менструация делает половые органы особенно уязвимыми для инфекции. В эти дни действуют все те же правила интимной гигиены, но добавляется лишь пару условий. Нужно чаще менять прокладки и тампоны днем. Ночью лучше использовать прокладки, а не тампоны. По возможности отказаться от ванн, купания в бассейне или водоемах. Как соблюдать интимную гигиену во время беременности? Беременным стоит уделять особое внимание интимной гигиене. Нужно следить за выделениями и вовремя сдавать анализы. Быть осторожными при посещении бассейна. Имея хронические гинекологические заболевания или склонность к рецидивам молочницы, особенно внимательно наблюдать за симптомами, регулярно посещать акушера-гинеколога, исследовать его рекомендации. Использование ежедневных прокладок на период беременности желательно прекратить. Вместо этого стоит чаще менять нательное белье. Во время менструации количество лактобактерий снижается. Использование гигиенических прокладок, особенно при редкой их смене, способствует созданию благоприятной среды для роста бактерий и грибов. Поэтому рекомендуется менять прокладку каждые 4 часа, независимо от ее наполнения, и каждый раз обмывать половые органы и бедра. Если нет возможности это делать, то можно применять влажные салфетки для ухода за интимной зоной. Откровенное белье? Да, это сексуально обезоруживающее, однако это совсем не безвредно. Стринги по причине особенностей кроя способствуют натиранию и перемещению кишечной флоры в соседнюю микрофлору влагалища, что может спровоцировать воспалительные процессы в матке, придатках и мочевом пузыре. Поэтому желательно для постоянного ношения стринги не использовать, а оставить их только для особых случаев. Мы гинекологи не рекомендуем носить ежедневные прокладки каждый день, а лишь обращаться к их помощи в дни ожидания менструации и в последние дни цикла в качестве подстраховки. Кожа в интимной зоне должна дышать, а регулярное ношение гигиенических прокладок из непропускающих воздухматериалов может нарушить микрофлору и усугубить ситуацию с выделениями, запахом и сухостью.